Всем привет! Вы канал СБС, я Олег Александров, основатель брендов Стресс БМХ, Карма БМХ и магазина Стресс Байк Шоп. И сегодня я рад вам представить наше новое шоу Battle Royale. Коротко расскажу о его правилах. За выполнение заданий из карточки участник получает баллы. За отказ от карточки участник получает штраф. Если участник попробовал, но не справился, он не получает ничего. Я буду судить это шоу, а вести его будет кое-кто другой. Всем привет! С вами Макс Раз-Два. Кстати, Олег, ты знаешь, что в этом шоу должны были принимать участие Костя Андреев, Гаррет Реннольдс и даже Чат Керли? Но все они отказались, когда узнали, что судить будешь именно ты. Но тем не менее мы собрали мега-крутой интернациональный состав, и мы уверены, что он полностью раскроет потенциал этого шоу. Ну а теперь давайте я вам расскажу, где мы находимся. Мы находимся в городе Ростов-на-Дону. В постреволюционное время это место считалось криминальным центром России. Здесь насчитывалось до 43 банк. Кстати, получается, наше 44-е. Для этого места было совершенно нормальным, если под видом съемок кино здесь грабился банк. Поэтому мы думаем, что наша концепция шоу идеально ляжет сюда. Ну а теперь давайте познакомимся с нашими участниками. Меня зовут Артем Москвичев, мне 20 лет сейчас. Катаюсь я 8 лет, получается. Дмитрий Мон Осокин. Катаюсь я 19 лет уже. И в Ростове я на Дону первый раз в жизни. Всем называют меня Ерема. Полное имя, ну точнее, кликуха у меня от фамилии Еременко, Илья. Вот, 22 года, из Питера. Катаюсь 7,5, почти 8 лет. 7,5-8, уже не помню точно. Меня зовут Александр Аксенов, мне 21 год. Я катаюсь с 12 лет, получается, уже где-то 9 лет. Красюков Владимир Андреевич, 2002 год, 29 число, 6 месяц. Катаюсь уже 6 лет на велосипеде BMX. Приехал в город Раперов, ну, чтобы показать, кто я есть. Я думаю, вы и так все знаете. Честно говоря, нет, потому что я позвали кататься. И, собственно, я здесь взял отпуск и собираюсь здесь кататься. Знаю, что будут какие-то конкурсы, но, так сказать, подробностей не знаю вообще никаких абсолютно. Ну, я вижу это так, что мы будем гонять по Ростову. Нам будут на всяких разных поспотах, локациях задавать задания. Это может быть, как я понял, не только трюки, но и какой-то вообще, типа, левый движ. Я думаю, какие-то социальные задания, где надо будет взаимодействовать с ростовским комьюнити. Оно достаточно дружелюбное. Ну, я примерно понимаю, что задания могут быть не только трюковыми, но и социальными. И мне кажется, в социальном плане я могу провалиться. А в плане трюков, конечно, я готов гасить на все 200. Ну, на кону, блин. Как я слышал, нехило и деньжато. 100 тысяч рублей, чуваки, это нормальная сумма так-то. Вообще ничего не знаю. Приехал чисто на рандом. Чуваки ничего не рассказывают, не палятся. Надеюсь, пацаны не подведут. Потому что я планирую реально, чтобы у нас получилось прям конкретное шоу. Постараюсь, по крайней мере. Вот так вот. Стойку на голове сделаешь? Стойку на голове? Б**ть, я не умею, но сейчас научусь. Микрофон отлетел. Было похоже, нет? Итак, как мы уже говорили, мы прибыли в замечательный город. Ростов, и сегодня у нас первый съемочный день. Так называемый вормап. Для кого как угодно, в общем, можете его называть. Но для того, чтобы нам начать съемочный наш процесс, нам необходимо провести жеребьевку. У меня сейчас в руках кое-что находится. И я хочу у вас спросить, есть ли предположение, что на обратной стороне изображено вообще? Что это такое? Клэр на концерт. Вован, твои вероятцы. Координат. И так, в начале каждого дня наши батлеры будут проходить жеребедь. Для чего это сделано? Для того, чтобы распределить очередь, в порядке которой они будут выбирать задания, в порядке которой они будут выполнять эти самые задания. И как вы понимаете, вот на этих карточках изображены символы, которые проводят параллель с карточной игрой. От туза до шестерки, соответственно, кто хватает туз, тот будет первым выбирать задание, либо первым начинать его исполнять. Ну а кто хватает шестерку, по старшинству, соответственно, будет последним. Поэтому я сейчас перемешаю ее, и мы сейчас попробуем провести жеребьевку. Ну что, по счету три расхватывайте свои карточки. Раз, два, три. Много хватка, а! Бери его хватка! Тузяра! Сейчас Олег на правах главного судьи расскажет, с чего мы будем стартовать. Олег, я думаю, что не будем прям очень сильно начинать мучить наших парней, и может быть, какой-нибудь лайтухи пробежимся, как ты считаешь? Да, да. Мы вчера ездили по городу и нашли самую кривую перилу в Ростове, и решили устроить на ней первое групповое задание. Которое называется «Долгий путь». Групповое задание, кто первый проедет самый длинный рейл. Олег выбрал, мне кажется, самую уродливую перилу в этом городе. Она сварена... Ростовским сатанистом каким-то, мне кажется. Она вся кривая, изогнутая во все стороны. Под левую сторону у нее торчит какой-то штык. Единственная одежда на болгарку у Мона. В общем, короче, это уже жесткое перило. Желаю всем удачи. Я кричу батл, вы рояль, да? Все, готовы? Батл! Рояль! Вчера, когда мы приезжали с по спотам, по той же первым перилам, вот этим кривым, я думаю, ну, не, мы тут прыгать не будем, там уезда нет, ничего. Не, не вариант. В итоге мы приезжаем, первый спот. Ну, парни, самые лайтовые перила. Я думаю, день будет долгим. Слушай, я сразу понял, что даблпека там не проеду, потому что, ну, подъезд такой, как бы сказать, не очень ровный, мягко говоря. Я завидую пацанам, что они кинулись на него довольно быстро. Я понял, что я так не разгонюсь, первое, второе, что, скорее всего, я ее не проеду никогда, потому что там просто натурально торчит столб. У меня был запасной вариант, что сделать на него с прокетом, с баром. Все, разогрался. Если бы сошел, ступеньки засчитали бы. Как вам, нравится? Прикольная история? Борются, борются. За баллы, за баллы, да? Да, 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 да. Один чуть-чуть метр не доехал, вообще молодец. Как вы думаете, кто проедет в результате? Ну, вот парень, который не доехал, вот этот вот шапочки, да. Пока пропускаем людей, а таймер все еще идет. Ну, это стрит. Как есть. У нас же было три минимум близких попытки. Секунды, подождите, пожалуйста, подождите, пожалуйста, братан. Ну, хоть не в татуировках, правда? Чуваки, топ-каповый, пи**ец. Вилку не закрутить никак. Пс**ц. Нет, в слоб, короче. Вживая сильнейшая, п*****. Что там, что-то критичное. Я убрал велик, самолет, чехол, снял руль. И когда мы заселились в отель, я смотрю, что у меня просто рублевая. У меня нижний подшипник был в раме, типа, всю жизнь, типа, он никогда не вытаскивался. Я смотрю, у меня просто, типа, все рассыпалось, все сломалось напополам. Я думаю, ну, камень, ну, короче, пипец, типа, магазинов, типа, особо нету бомикшопов. В итоге, ну, выложил в историю, нашелся чувака, который мне, блин, привез пром, все норм. А вот сегодня, когда мы приехали кататься на первый спот, на перилу, что-то, короче, я схожу с перила в ступени, типа, и понимать, что у меня начинает люфтить, барахлить. Смотрю, у меня просто вилка гуляет по раме. Поехали. Давай, 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 давай! Конечно, засчитано, катил в ступеньки, за***тил. Все, у нас первый победитель, первое задание закончено. Вот о чем сейчас я и говорил, вот на кого я ставил, мой лидер победил. Перила была достаточно лайтовая, просто надо было, кто первый ее возьмет, сама суть. Вова из Украины, прямиком приветствовал. Ё, чуваки, дай тебе тюни. Ё, ма. Ну что, друзья, с первым заданием покончено. Я поздравляю нашего гостя, который защищает интересы Украины. Это было очень круто. Давайте похлопаем. Вова, круто, реально закрыл эту перилу. Ну, а мы в качестве вормапа продолжаем разогреваться, и у Олега есть сытная идея на этот счет. Да, я бы не назвал, конечно, это разминкой. Мы подумали, что первый день должен быть горячим, поэтому следующее задание называется Камикадзе. Что это? Это безумный гэп. Как вы видите, довольно безумный гэп. Подъезд не очень удобный. Единственный плюс – это скат после него. То есть будет не так жестко приземляться. Но задача не просто прыгнуть, а задача сделать какой-то трюк. Кто сделает самый крутой трюк, тот получит до 100 баллов. Соответственно, вот. Посмотрим, что будет сделано. Мне лично страшно уже. Хочется как-то загнуть? О, это оппозиция. Какое оппозиция? Да мне п***. Прощай колеса и педали. Итак, мы начинаем задание Камикадзе. Сделать безумный гэп за 60-100 баллов. На него отведено у нас по регламенту 30 минут. И я засекаю это время. Уже есть что-то. Но это даже 60 баллов жалко. Гэпчик был прикольный. Когда я делал волрайт, страшно было, чтобы не пропустить вот эту деревяшку. Потому что можно было в следующую войти и упасть жестко. Ну, вроде все получилось нормально. По панку, так вот руль ушел. Гэпчик, мэн. Красота. Что, стоит оно переделать? Да не, мне кажется, зачем? Рулей не хватит. У нас еще 28 минут, и кто-то может попробовать перекрыть это мясо. Ребята такие были вяленькие. Сначала там что-то хотели барчик. Даже барчики не кидали. Просто прыгали обычно. А я типа без раскатки, вот так типа без подъезда. Так взял волрайт, бахнул. Да ладно, Вован, иди отдыхай, Вован. Это я кричу. Все, мне кажется, все круто. Еще осталось 21 минуту. У нас взят волрайт и табаганцы этой штуки. И есть еще планы. Так просто банку и все, давай, держи. Ладно, Вован, перебеги себя, брат. Про мне б***ь, бля. Ну, если я еду на проект, я знаю, что там нужно валить. Я еду кататься, типа делать крутые трюки. Я никогда себя не жалею. Олег, остановила. Надо, мне кажется, прекращать эту историю. Я скажу так, я боялся, я думал, что вообще никто делать ничего не будет. А тут уже вот 20 минут остается, а уже вип попробовали. Что еще? Что это было? Что это было? Это Украина, это рэп. На шее то, во что верю, б***ь. В кармонах то, на чем подвис. Стресс, б***ь. Карма БМХ, вот он. Мне просто нравятся эти ощущения. Я вот еду, типа, голова у меня такая. Я думаю, что все, б***ь, а сейчас будет. Ну, то есть, я кайфую от этого. Все, давай. Покажите мне. Фоточка есть такая. Человек с дома летит просто. Это только начало, первый день, ребята. Первый день, мы такое мясо. Ну, что, как ты думаешь, в аван все забрал или что? Я не буду говорить, наверное, не надо сказать. Темная лошадка. Где же ты, мальчик мой, был-то? Я был в Украине, у нас не было парка, и поэтому я переехал сюда. Потому что там я умираю, понимаете? А тут я могу реально показать, кто я есть такой. Да, здесь парк ничего такой. Скейт-парк вообще в порядке, да? Ну, надо два бара, наверное, делать, чтобы перекрыть его трюки. Я думаю, два бара перекроют. Слышите, что? Тема говорит, что он перекрывает. Что будет делать? Я не знаю. Как только мы вообще приехали, я сразу подумал о двух барах. Ну, я был уверен, что один я сто процентов сделаю. Я увидел, как Ерема и Аксен прыгнули. Я подумал то, что, ну да, надо сначала припрыгаться и после этого делать. Вот. И просто первый прыжок, это, Вова, он просто вора делает. Я такой, ну, сдаваться, типа, ну, не вариант. Прыгаю баром тоже. Вова делает вип, все в шоке. Олег уже бежит. Все, спот закрыт. Че, ну, уезжаем отсюда и так далее. Трюки больше никто, наверное, делать не будет. Что, мы уезжаем со спота? Я такой, типа, в смысле не будет. Вы собираетесь что-то делать? Ну, я буду перекрывать. Х**, это п**ки. Випы воларайт, какой воларайт вип, х**. И я такой, ну нет, двушечку надо. И делаю два. Еее! Там такие два дара были. Я просто, я чуть не умер, ребят. Трасс. Ой, шки. Тот момент, когда не хочется быть судьей, да? Да. Кажется, можно всем дать, да? Да. Я хочу сделать так, секретно. Все, это секретно. Действительно, на групповых заданиях планировалось ставить один балл. Но у нас очень сильно два участника отличились от других. Это Тема и Вова. Вот. И было сложно там выбрать кого-то. На самом деле, я долго думал, кому бы оставить больше. Потому что, ну, бар на бар, это, ну, очень технично и сложно сделать. Теллип, да и опасно, блин. Теллип тоже очень жестко. Ну, и валрайт там, это просто очень круто. То есть, я сложно оценить, что это лучше. Тем более, два трюка против одного. И по итогу я поставил обоим высший балл. Потому что, ну, мне кажется, это справедливо. Просто полное мясо. На 25 фпс даже не видно второго бара. Он просто дюп-дюп. И уезжаешь на ритм, потому что тут солнце. Офигеть, это мясо. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшнего урока. Безумный гэп, он же КАМИКАДЗЕ. Олег, делись своими впечатлениями от увиденного. Ну, я ждал это задание. Мне было интересно то, что попробует. Но я, если честно, ожидал максимум увидеть барспин. Я никак не ожидал. Я сорвал голос. Я никак не ожидал видеть всего этого мяса, которое происходило. Я не думал, что у нас столько КАМИКАДЗЕ. Оказалось их много. Это вообще, ну, я не знаю. Я в шоке до сих пор пребываю. Я не ожидал. От себя хочу добавить, что, ребят, действительно удивили. И у нас проект только начинается. А уже каждая часть на отдельный парт просто выйдете. Претендует. Поэтому, во-первых, при вас разрывая карточку КАМИКАДЗЕ, потому что с этим заданием точно покончено. Что касается баллов, это будет небольшая интрига. Сейчас мы не будем объявлять ее для участников. И мы дальше двигаемся, друзья, на следующий спот. На следующем споте у нас будут уже индивидуальные задания, потому что предыдущие два задания были групповыми. О них мы пока не расскажем. И тянуть карточки уже наши участники будут согласно жеребию. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, друзья, Ростов нас продолжает радовать. Нереальная погода. Мне кажется, то, что погода просто вдохновляется вашим катанием и дает вот эти вот лучи вайба вам в ответ. Большое спасибо за то, как вы погружаетесь в наш проект. Ну а мы двигаемся дальше. Мы приехали на следующий спот. В моих руках находятся задания. Их 5 штук. И согласно нашим правилам, задания будут вытягивать согласно жеребию. Но для начала давайте познакомим наших зрителей. Да что там зрители? Познакомим даже наших участников с материалом. Итак, поехали! Ну, этого айтушечка 180 ступеней. Можно получить за него от 1 до 80 баллов. Все зависит от вариативности, от фантазии, от лета. Как он придумает, столько баллов он не заработает. Дальше задание называется «Перепутало». Проехать на фейке вниз по ступеням. За это задание можно получить от 30 до 50 баллов. Какие ступеньки, как он поедет, есть фрик, нету фрика. В общем, количество баллов будет уже зависеть, наверное, от самого райдера. Как бы ничего такого. Поворот не туда. Сделать любой свитч-карт. И разброс в этом задании от 20 до 100 баллов. Знаешь, кто во что гораст, кто как сделает, кто что накрутит, тот только и получит. И теперь мы переходим к таким социалочкам. Итак, Белочка, с орехами во рту уговорить прохожего сыграть в суефа и обыграть его 2 раза из 3. Если проиграл, то 90 баллов вычитается из баллов участника. Однако, есть шанс реабилитироваться. Дело в том, что за это задание мы даем 90 баллов. И если он не хочет записывать себе 90 баллов в минус, то ему будет достаточно просто взять триммер и выбрать себе полосу на голове. И так проходить до конца проекта. Мне кажется, это изи вообще. Какие проблемы? Кубок короля. Прокататься весь день в кедах в Энс. А потом наполнить эту кеду пивом и выпить в честь хорошего дня, как указано на кеде. И заработать за это, как указано на кеде, ага, как указано на карточке, конечно же. И заработать за это 70 баллов. Но дело в том, что сегодня несколько глубже даже посыл этого задания. Потому что сегодня подводятся итоги конкурса Вэнс, в котором команда СБС принимала участие. И мы будем пить из кеда Вэнс, конечно же. За победу! За мать родину нашу! Ай, хорошо, хорошо. Так, ну и согласно жребию, первый будет у нас тянуть карточку Аксен. Акс, выбирай задание. Могу я взять в ручки все-таки посмотреть? Это точно не кубок короля, не белочка. Это как бы можешь на Аксе, держи. Так, поворот не туда, сделай любой свитч-хард. А я смогу подойти посмотреть? Ладно, давайте... Так, да, вот этот не хочу. Давайте поворот не туда выбираю. Чуваки, я думаю, простое задание, но также и не из простых, и баллов нормально. Ерёма, пожалуйста. Я выбираю белку. Ааа, белочку! Это сильный выбор, я считаю. Молодец, мужчина, мужчина, мужчина. Вованчик. Три. Нет, кубок короля беру, 108 не хочу. Делать, а по ступенькам фейки такой и шат-аут Мартину Шаш. Надеюсь, не достанутся слепоны. Молодец, пожалуйста. Так, выбор невеликий. Ты знаешь, я возьму, наверное, вот перепутала. Хотел давно сделать, и, честно говоря, меня отбивали уже, мне кажется, с самого начала проекта. 10 или 15, наверное. Вот, наконец, я это сделаю. Твоя мечта сбылась, Мог. Не зря прожил 37 лет. Удачи тебе, за тебя болею. Ну что, шестерочка, шестерочка. Ну, кстати, 8 баллов, если усложнит, а эта парь может усложнить. Поэтому все в твоих руках и ногах. Не выбрала, досталась. Акс, скажи, ты выбирал задание первым. Тебе не кажется, что ты выбрал самое сложное задание? Блин, я уже думаю. Я уже думаю, что реально самое сложное. А что ты думаешь про плотный ботинок дадут тебе? Если мне никто не даст, я просто нычку в *** заберу, налепил. Ну, вот и проверится, кто какой человек, да? Кто даст, кто не даст. Ну, он полностью проверится. Тём, вот и дашь свой кроссовок? А кататься легче. Постираешь? А сколько у тебя их? Один? Три. Я устал, очень далеко идти. Так, чуваки, я решил немного усложнить. Я сделаю вон там бар на мену, проеду колонны, опа фибл, опа хард вниз. Итак, на это задание у нас по регламенту отведено 20 минут, и я их засекаю. Я подумал, наоборот, что это самое простое, где можно выделиться. Ну, и вроде ты не пострадаешь никак. Не сам, не стыдно не будет, ну, ничего. А потом такой думаю, так, вот белочка, это что, Орехов напихал, по сути, и пошел разговаривать? Я сейчас переживаю за акцию, у нее сейчас ноль баллов, и не выглядит так, что он возьмет это задание. Блин, жестко. Да, нормально. Блин, кто-нибудь здесь встаньте. Неохотно, блядь, вон, войти. Похоже, только схлопнул его сюда вот. Обещайте, эти столбы. Надеюсь, доберет. Ай, блядь, просто как шлепка размазывает. Да, блядь, я устал. Осталось 8 минут 30 секунд. Да, блядь, я сейчас выкину. Да, обычное задание, я не скажу, что сложное. Я вот здесь сделаю, просто, обухибу, обухаю. Ладно, в***. То засчитано? Есть хотя бы один. Ты будешь добирать? Сколько времени? 5 минут, 6 минут. Вот это да! Акцент добрал, это мясо, просто офигеть. Еще стойка перекрутилась, понял? Я посчитывал, что там. У тебя дабл свитч там был. Ты, конечно, видел, я такой, да, полегал. Да, да, красава. Я вчера еще добрал. Да, хорошо, что сделал. Ну что, мы переходим к следующему заданию. Это задание из-под типа социального, как мы здесь внутри нашего оркомитета его называем. Белочка с орехами во рту. Значит, Ерем, покажи, во-первых, зрителям, ну, я не знаю, какая вместимость твоего рта. Судя по всему, если даже два туда залезет, это уже большой успех. Дальше важный момент. На выполнение этого задания у тебя 20 минут. И нам вот с Олегом, да даже скорее самому Олегу, потому что он принимает решение в судейском корпусе у нас сегодня. Ему все равно, будешь ты говорить, что это съемки проекта, не будешь, главное сделать. Так что мы тебе желаем удачи. Можешь, а засунь орехи-то в рот. Так, ага. Ну что, два как влитые вообще. Ну что, как настрой, расскажи. Охоу. Какое? Охоу. Ты что, ты что, ругаешься? Охоу. А, нахрена. В общем, поехали, чуваки. У нас еще столько дней съемок впереди. И столько будет трюков разных спотов. Перформанс всегда охота. Ну не перформанс, а именно какой-нибудь угар исполнить всегда хочется. И вот была возможность с орехами залететь. Я такой, ну почему бы и нет. Все, снимаем. Номали. Девушка, здравствуйте. У меня орехи во рту. Такая, короче, ситуация. Мы снимаем шоу на YouTube. Вот, и мне, короче, задание было с вами сыграть в камень-ножницы-бумагу до двух побед. Делаю орехи. Что вы должны сделать? Я должен вас выиграть два раза, минимум, из трех. А что? Камень-ножницы-бумага. Давайте. Пожалуйста. Раз, два, три. 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 Да! Спасибо большое! Лучшее! Блин, я так волновался, блядь. Блядь, блядь, блядь. Чуваки. Она, короче, ставит мне букву, я начинаю уже волноваться, у меня начинает рука трясись, я начинаю быстрее говорить, типа. Потом, что-то я выравниваю еще, типа, 2-1. Не знаю, я потом подумал в башке, что я уже, типа, выиграл, потом она мне вставит вторую букву, и я думаю, блядь, пиздец, типа, ну, 2-2 было. И, блядь, там, на третий раз, бой. Короче, победил я, чуваки. Эмоции, что-то пиздец. Ну, была стратегия, что, скорее всего, получится с какой-нибудь девчонкой, и так и получилось, что попалась девочка, и она сразу согласилась. Так, ну что, Мон, ты сказал, что это была твоя мечта, проехаться на фейке по ступенькам, да? Да, что-то мне долго подсказали такую мысль, я как-то не занимался им вопросом, и вот сейчас решил все-таки, и велик такой подвернулся, я отдал же велик у Олега, потому что у него чуть другие настройки, колеса мягче. Я думаю, что это облегчит мне немножко мою жизнь. А я думал, просто ты сейвишь свой велик, а Олеговский не жалко. Молодец, Мон, я думал, мы друзья. Так, ну что, время, да, наверное, можно показывать? Так, у нас на данное задание по регламенту заявлено 20 минут, так что я думаю, ты упраиваешь за эти 20 минут. Со стоп-сигнала пойду. Стоп-сигнал тебе в помощь. Ну, наконец-то я понял, во что я вписался. Пока довольно интересно. Я засекаю время. Пора что-нибудь сделать. Мистер, лимон. А как ты думаешь, почему тебя сегодня начали называть лимоном? Не знаю. У меня нет предложения. Надо попасть в такт к этой вибрации. Дело даже не в дуге там. 14 минут он точно доберет, я в этом уверен. Ну, что, как думаешь, что ему не хватает, чтобы сделать? Скорости. Скорости? А ты что думаешь? Не знаю. Техники, наверное. Что ты был подписан? Я не понял. Вы подписаны. Супер, вообще, красавчик. Давай, Питулю. Вообще, я лучший. Что-то я поторопился, остается 10-50, а попытки ухудшились сильно. Не прыгайте здесь с лестницы, это ОКН. Он просто съезжает, он не прыгает. Ну, мы видим, вы понимаете? Просто съезжает. Это то же самое, что мы и гоним. Не то же самое. Понимаете, что это ОКН? Он не предназначен для съемок. Он не предназначен для того, чтобы на нем прыгать. Здесь нужно аккуратно даже ходить, понимаете? Не то, что ездить на велосипеде. 7 минут, дайте мне все. Мы не уйдем больше. Вы уже сколько снимаете? Вот 7 минут. Я директор этого парка, вы понимаете? 130 лет не делался ремонт этого памятника. 130 лет. Просто представьте. Она сказала, что ступеньки 150 лет не ремонтировали. У меня был вопрос, зачем она еще директор этого парка? Может быть, надо другого, кто наконец-то их отремонтирует, если они нуждаются в ремонте. Все на каком-то позитиве происходит. Ну, Мон немножко нервничал там в один момент. Времени чуть меньше 5 минут. Чуть меньше 5 минут. Сука, не дает снять. Это п***ц. По-буду, я на мочу п***дающе. Времени чуть меньше 5 минут. Ситуация накаляется. Очень сложно. Давайте, парни. Мон, дайте снять. Слушай, ну, Олег там подснимал как бы телефон с секундомером, а у меня, собственно, шло время. И это, как бы, время чуть-чуть вычиталось, получается, из моего времени. Ну, типа, тонкий момент, как бы. Я надеялся, что Олег будет успевать сделать такие вещи между моими дублями. Но мои дубли, конечно, были очень частые. Субтитры сделал DimaTorzok Оставалось 2.50 ровно, и Мон успел добрать. Жесть. Вильностоп, конечно, размял хорошо. Рекомендую. Давай. Спасибо. Ну что, Мон, я хочу тебе официально заявить. Пока ты делал свою попытку, у канала SBS прибавилось 6 новых подписчиков. Вот те замечательные парни отдали свой важный голос в пользу нашего YouTube-канала. Я надеюсь, что все зрители уже подписаны на нас. А если нет, то срочно это исправляйте. И еще хочу добавить один очень важный нюанс. У нас есть наш Telegram-канал, где мы выкладываем очень интересный футаж, который не входит никуда. И найти вы его можете только там. Поэтому тоже быстренько проследуйте по ссылочкам в описании этого видео. И подпишитесь на Telegram-канальчик тоже. Правильно, Олег? Спасибо, Илья. Да, я тут просто фоном постоял. Ну что, поздравьте. Моя мечта осуществилась. Я первый умею фейки по ступенькам. Наконец-то. 19 лет прошло. Разрывная. Какие эмоции скидываешь. Мне досталось довольно странное задание, с которым я еще помучился. Это было, конечно, не очень круто, наверное, для себя. Но в целом я сделал это. Слушай, наконец-то я приехал фейки по ступенькам. Реально. На самом деле трюк не такой сложный. Надо просто чуть собраться и попасть так вот этому вибрациям. Как ты думаешь, насколько этот трюк разрушает ступеньки все-таки? Слушай, ну, признаюсь честно, я две сломал. Две сломал? Ну, я отколол ногой. Они были просто плохо уже закреплены. Отколол ногой или колесами? Ну, я наступил, когда уже просто вот черкашом, то есть подошвой. Не пяткой даже, а мыском типа. Просто они реально, ну, сломаны были. Чинить надо не раз в 150 лет, а почаще, господа. То есть они были сломаны, и ты их добил? Ну, они, в общем, в разрухе. И добил их ногами или колесами? Ну, я добил их мыском даже. Даже не ударом, а просто наступил. Дорогие зрители, пожалуйста, пишите в комментариях, сколько ступенек за свою жизнь поломали вы. Будем очень признательны. Итак, мы переходим к предзаключительному заданию. Это 180 ступеней. На самом деле, это заключительное задание, если мы говорим, да, про трюковые. И тут несколько важных моментов. На нас уже пришло большое количество административного ресурса жаловаться и прогонять нас со спота. Поэтому у Олега есть очень интересный комментарий по этому заданию. Олег? Да, за это задание можно получить, это на ОДО 80 баллов. Но если Тёма сделает его с первого раза, то он получит прибавку плюс 20% к баллам, чтобы мы не раздражали здесь никого. Единственное, что максимальный балл все равно останется 80. Если он сделает трюк, например, на 60 баллов, то он, да, получит плюс 12 баллов бонусом к этому. То есть 72 балла. Такая вот история. Надеюсь, никого не запутан. Все, погнали. В этот раз мне не повезло, я был шестым, ой, шестым, пятым. Пятым. Но задание мне, слава богу, попалось нормальное. Уху! Пермача! Ну, у меня всегда так. Я вот, ну, первую попытку мне сказали, плюс 20% накиньте вообще баллов. Я такой, не, ну все, точно надо делать типа с первой. Я просто разгоняюсь, не думая, прыгаю. Я прыгнул в анете и такой жестко. И после этого я начал задумываться, задумываться и, ну, перестало получаться. А ты мне не снимай, давай. А то я с тобой разберусь. Все хотят, чтобы Тюмик взял, а время остается 5 с половиной минут. Какие мясо, я не знаю, оно считается, но я последний Давай, давайте, вот сколько у меня еще? 4 минуты Сейчас я доделаю Нормально? Ну блин, ну некрасиво Время меньше 2 минут, Тёма не сдается Он хочет сделать чисто, ну красава, респект Максимальный балл поставим за тейнер 40 секунд 40 секунд, 40 секунд на тейнер Поздравляем Ты мне еще Давай одну и все Лучше несколько 40 секунд таймер оставался, он добрал четко все Блин, ну это респект Это красава, а все, да? Если что, если что Я мэнул вон эти, не делал в таких ступенях А тут сразу мэнул вон эти бар Гоу ту зе динер Матфак бич Ну в один момент у меня прям идеальная попытка была Потом я закупил бар, не долетел чуть-чуть И все, и надо было точно делать И я вот снова отлетел голову и сделал Классическая пятюня Ну что, друзья, мы закончили с этим спотом Я считаю, все атлеты вообще большие красавчики Традиционно будем сейчас разрывать наши карты Но с одной маленькой оговорочкой Карту, которую будет рвать Вован Мы ему даем в долг, кредит Потому что ему еще предстоит найти Кеду Вэнс Еще предстоит из него выпить бутылку целую, напитка Поэтому я, значит, кричу батл А на слово вы все одновременно рояль И разрываете карту, чтобы красиво и эпично получилось Готовы, да, пацаны? Давай Итак, батл! Рояль! Я для фонда здесь Так, ну что, мы ворвались на спотчек Надо посмотреть, показать пацанам Одно из мест, где будут проходить наши задания Ну а у нас ворвались агенты Которые работают на пику Это такой рэпер И просто захавали, забрали нашего Мона Вот можете посмотреть вот там вот И Мон сейчас будет принимать участие в съемках Мон, вернись! У тебя задание! Какие съемки? Вернись, Мон! Слушай, вот я теперь прогнозы строить вообще не буду Потому что, как бы сказать Мы узнаем, как ты уже видел И как остальные, наверное, уже поняли Ситуацию на месте На полчаса вперед Я не предсказываю события Планирую кататься дальше Ну формат хороший, мне нравится Если для вас сегодняшний день был вообще лайтовый, как вы сказали То что будет завтра? Интересно Фуф! Сцалочек побольше, наверное. Ну и главное не дропнуть, потому что сегодня первая рейла немного повредила ногу. Надеюсь, мы прыгать высоко не будем. На самом деле завтра хочу уже какие-нибудь трюки поделать, там может гэпчики, не гэпчики, там перилы. Посмотрим, смотрим, что за задовольание будет. Не знаю, я жду хорошей погоды, настроения и компании. А там дальше все сами сделаем, катание. Давай, братан, я очень сильно ты***ц. Ну, по поводу завтра я могу сказать, что если сегодняшний день был мясом, хотя мы не планировали, что это будет мясо, то завтра мы уже планируем мясо. И что там будет на самом деле, я не знаю. Я думаю, завтра градус сумасшествия и безумия еще выше повысится. Еще выше повысится, просто увеличится, короче. Тогда успехов всем нам? Всем нам успехов. Баттл! А еще больше успехов им рояль! А еще я сегодня принял участие в съемках какой-то дрифт-тусовки. Параллельно. Клип для Пики. Да. Кто? Пика это такой рейпер. Ты снимался в клипе у Пики, это рейпер такой. Понял, это он у меня снимался в клипе. Это не дрифт. Хорошо. Круто, ман. Вообще, респект, брат. Лучше. Погнали. У нас есть один жесткий должник. Имя его Володя. И дело в том, что мы хоть и проставили ему кредитом и позволили разорвать эту самую карточку заданием, но, в общем, из песни слов не выкинешь, а долг всегда красен платежом. Итак, Володь, как ты знаешь, в задании указано, нужно испить из кубка Вэнс. Во-первых, у нас есть специально для тебя именной напиток. У-у, это что, напиток от Вэнс? Да. Из Тресс Байк Шоп? Коллаборацию сделаем. Очень уникальный коллаб, он выпущен специально к конкурсу, финал через который уже через пару часов. Я понял. Так что, я же там говорил, что они все нежные, сладкие. Ну, сейчас попробую его на вкус. Давай, снимай красавок, братик. Подожди, 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 подожди. Я так понимаю, что ты с Аксом сейчас будешь договариваться на тему того, чтобы испить из его кеда, правильно? Ну, если бы... Да, так как никто не решился больше, остался только я. Смотри, так как только я остался и выбора у тебя нету, ты получаешь 70 баллов, получается, за эту фигню. Давай поделим. Давай 25, а все остальное... Ну, 25 мне баллов, ну и все остальное тебе. Вот он комикс, но жесткий, жесткий комикс. Кидосик тоже, блин, портит. Ну, хз, типа, не знаю. Можно, конечно, так сделать. За сладенького, держи. Так, сколько мне баллов? Ну, вроде 7 издается. Да, давай тебе 20, и мне 50. Так будет нормально, я считаю. Ну, давай, Поп. Ну, давай, все, пьем. Договорились. Так, главный вопрос, правый или левый, чуваки? Какой выберешь ты, ладно. Давай правый, блядь. Погоди, стелечка. Ну, такой, свежачок. Пробуй. Блядь. Дейм... Вот обыんです будет. Блядь. Все, засчитанно. Один взятый. Поздравляю. Ты заработал 50, получается, а Акс 20. Конечно, можно было бы сейчас думать, что-то там мутить, у кого-то кроссовки брать. Мне кажется, я сделал нормальный Аксу, подсластил, так как у него сегодня вроде по трюкам только один взял. Сопость фиблон. И, ну, табаган был хороший тоже. Так, со своей стороны, друзья, хочу сказать, не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно рассказывайте о нас друзьям. Нам будет очень приятно, если это видео разлетится по всей сети интернет просто вот такими вот гигантскими. Шагами. Ну, а мы отправляемся с ребятами смотреть итоги конкурса Вэнс. Мы скрестили пальчики. Надеюсь, все вообще получится максимально круто и в нашу пользу. Ну, а с вами увидимся уже в следующей серии. Так что до новых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Баттл! 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 Мне придется заквариться. Нравятся, конечно, социалочки все эти прикольные. I give you hungry... Rubles. Игре всегда есть лохи, которые переоценили свои силы. Поехали! Мон, BMX, great again! Пошла последняя минута. Мы что должны, как уроды жить, все разбито-перебито, благодаря вашим экстремальным всяким облегчениям. Цены друг друга, бам! Пошло, сын, рот, блядь! Вполне было. Что важнее, пути ли результаты. Я буду стараться на полной силы. One second, one second, please. Субтитры сделал DimaTorzok